Я буду краток, и тем более в моем докладе много интересных и веселых картинок. Я сразу буду пытаться избегать вот этих графиков, которые у меня тоже на самом деле дублируются. И для начала все равно позвольте я представлюсь, хоть и не первый раз мы здесь выступаем. Группа компаний PSM, промышленные силовые машины, это город Ярославль, это производство дизельных генераторов и прямых приводов. Доклад мой направлен к нефтесервисникам больше, так как я не знаю ни одну нефтесервисную компанию, которая бы не использовала электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями. И в свою очередь, не знаю ни одной буровой компании, которая бы не использовала прямые привода, которые мы делаем. Значит, здесь представлена краткая информация о том, кто мы такие и почему мы здесь, почему я вообще об этом говорю. Я обещал пропустить все это дело, поэтому, собственно говоря, сразу перейду к парку работающих буровых установок. Господа, в России, там понятно, что данные у нас разнятся с вами, но тем не менее, по нашим данным, это порядка 1800-1900 установок. Из них, естественно, огромное количество устарело, требует модернизации, замены. Мы с этим сталкиваемся на своем примере и, в частности, уже переоборудуем, переоборудуем. Сейчас идет переоборудование в Азербайджане. Были, значит, прецеденты и дальнейшее сотрудничество с той же самой Оренбургской буровой компанией. Переоборудование идет как на отечественных дизельных двигателях, так и на иностранных, так как мы являемся представителем, например, компании «Вольво Пента» промышленных двигателей. Результаты модернизации. Вот уже в ходе чаепити и кофебрейков мне уже задавались эти вопросы. Господа, какая, собственно говоря, выгода, насколько дизельного топлива меньше потребляется и так далее. На самом деле, безусловно, выгода есть. Были такие примеры, когда увеличение ресурса приводов реально доходило до пяти раз. Дело в том, что вот там тот же самый Азербайджан, например, где мы работали, ну, да, правда, стоят вот эти 3D, о которых мы все говорим. И стоят такие же двигатели, собственно говоря, сердце этой буровой установки, там стоят старые двигатели, которые еще на танках в 1945 году стояли. Ну, о чем там говорить. Теперь, позвольте, я так плавненько перейду все-таки к основному нашему продукту, к дизельным электростанциям. Понятно то, что они используются везде, от геологоразведки до реализации. Вот, в бурении, конечно, когда мы с вами говорим о Сибири, о труднодоступных местах, где вроде разведано, есть нефть, лэп не подведено. Но в любом случае мы с вами будем, с учетом того, что парк нынешних буровых, которые выпускаются, которые мы закупаем и в Китае, и там Бинтек делает, и так далее, наш Уралмаш, они все сегодня для эксплуатационного бурения на электроприводе, так или иначе, используются дизельные электростанции. Ну, слайд такой рекламный, да, но тем не менее, вот, и газопоршневыми тоже занимаемся, и есть уже комплексы, которые там нами поставлены. Там в начале, в первоначальных слайдах была цифра, значит, проскочила, что порядка уже 8 тысяч единиц произведено нашей компанией, поставлено, работает на всей территории России, не только России, да, мы вот про Азербайджан с вами говорили. Реализованные проекты тоже красивая картинка, а в завершении я, наверное, скажу следующее. Вот здесь сидел, было куча потрясающих интересных докладов, и все мы с вами говорим о том, что, господа, нужно снижать как-то затраты, и вместе с этим мы говорим о том, что нужно инвестировать, нужно, значит, закупать новые станки, новое оборудование, проходка в метрах, там, значит, не за неделю, а за 4 дня нужно пробурить. Да, естественно, вопрос, откуда теперь, значит, брать возможности нивелирования этих самых издержек? Хорошо, давайте переходить не там, к мелочам. Вот, не знаю, почему чувствуется, забыли тут слайд у нас поставить, но сегодня в Россию возится промышленных электростанций из-за рубежа больше 6 тысяч единиц. Каждая такая станция стоит от 1 до 10 миллионов. Ну, понятно, что там в среднем на 30 миллиардов этих станций возится. Какие деньги сегодня тратят нефтесервисные и нефтяные компании на энергообеспечение автономное? Понятно, что по сравнению с тем, сколько стоит буровой станок, это, наверное, капля в море. Но, тем не менее, все-таки вот эти вот издержки, которые мы можем где-то нивелировать, где-то что-то сэкономить, наверное, нужно делать на неинновационных продуктах. Я абсолютно открыто заявляю, господа, дизельные электростанции, это никакой нет там инновации. Это не инновационный продукт. Это двигатель, к нему пристыкован генератор, все отлично. Когда мы поэтому с вами говорим о том, что вот мне очень понравилось сравнение Мерседеса и, значит, автомобиля корейского Киа, да, по-моему, сравнивали. Согласен, когда речь идет там об инновациях, вопросов нет. Мерседес можно сравнивать там с Хендайем или с Киа. Но когда речь идет о неинновационном продукте, и мы говорим, вот, дизельная электростанция, господа, там, 6 тысяч единиц вводятся, все классные, отличные, иностранного производства. Это неинновационный продукт, и здесь, наверное, в свои права вступает мультиатрибутивная стоимость. Это то же самое, что сравнивать, не знаю, часы-бреги и офицерские. Показывают одно и то же время, только иностранная электростанция, грубо говоря, выдает такое же электричество, нагрузку берет там так же, да, как то, что сегодня здесь может сделать российская организация. С учетом чего? Значит, с учетом того, что вот нагрузку стоимосную в дизельных электростанциях, ну, я думаю, что все представляют, что это такое, это двигатель, к нему пристыкован генератор, все это дело стоит на раме. Вот в России, в частности, компания PSM, с таким же успехом делает это на иностранных двигателях, на Volvo, на немецких отличных МТУ, на потрясающих Mitsubishi, на японских двигателях, которые здесь еще не получили серьезное распространение. Только даже с учетом того, что ввоз, например, двигателя, там, порядка 10, там, 50% пошлины, а ввоз уже готовой генераторной установки 0% в Россию, ну, там, у нас все равно получается дешевле, потому что та стоимость, которую, там, например, рамы, да, которая не несет в себе никаких серьезных технологических нагрузок, окей, зачем за нее переплачивать? Следующий вопрос, да, значит, когда производители дизельных электростанций, в частности, отечественные, сегодня их в России очень мало, они, значит, встречаются очень часто, значит, с таким утверждением, господа, у нас есть парк, парк на электростанциях и, в общем, парк и баста. Окей, хорошо, я тут недавно, значит, прилетел из Америки, поехал, а у них там такси не распространено, приезжаешь, берешь в аэропорту машину, едешь дальше, компания Hertz, смотрю, там парк огромный, там нет парка, в смысле, какого-то идентичного, Тойоты, там, те же самые Мерседесы, все-все-все-все вместе, это не оправдание, поэтому я вот в завершении своего доклада, господа, призываю вот всех к такому диалогу, к энергетическому, да, наверное, к тому, чтобы мы с вами вместе пересмотрели наши приоритеты и пересмотрели вот наше видение этой мультиатрибутивной стоимости, когда мы говорим, что двигатель, значит, дизельная генераторная установка собрана где-то за рубежом, она лучше и надежнее, чем собранная в России. Я с полной ответственностью заявляю, что это абсолютно не так, потому что основные технологические, высокотехнологические конструктивные элементы, они также там возятся из-за рубежа, а то, что не несет на себе высокой технологической нагрузки, вполне выполняется нашими отечественными производителями и группой компаний, ПСМ в частности. Поэтому вот давайте по крохам с вами собирать и нивелировать издержки для того, чтобы потом, собственно говоря, говорить о той инновационной политике, которую мы хотим с вами все вместе преследовать, обновлять парки и так далее. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин